Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Давайте считать наше родительское собрание открыто. С вами ведущая Елена Самойлова, и на этой неделе мы будем говорить об очень важных вопросах, связанных с детско-родительскими отношениями и с их психологической основой. Сегодня поговорим о привязанности, которая дается нам от рождения и закладывает фундамент будущей личности. Всю неделю нас ждут встречи с замечательным собеседником. У нас в студии семейный психолог, педагог, публицист, один из лучших и известнейших специалистов в этой области в нашей стране, основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Давайте в первой нашей программе поговорим о привязанности. В вашей книге очень интересно и увлекательно рассказывается об этом важном явлении, об этой важной связи, которая существует между мамой и ребёнком, между ответственным взрослым и ребёнком. Я даже когда читала, знаете, мне пришла в голову мысль, как жаль, что нам об этом не рассказывают в школе, потому что об этом не знали, наверное, наши родители. Об этом вот кто не прочитал, кто не дошёл до такой литературы, тоже не знаем. А это ведь очень важно. Так вот, зачем нужна эта привязанность? Что это такое? Расскажите нам. Если мы посмотрим на то, как появляется на свет ребёнок, мы увидим, что у нашего вида детёныши появляются на свет очень незрелыми, неготовыми. Они ещё очень долго не могут ничего для себя сделать, никак о себе позаботиться. И если у ребёнка нет какого-то постоянного заботящегося взрослого, который его кормит, греет, утешает, следит, чтобы ничего не случилось, то, ну, в общем-то, шансов на уживание-то нет у человеческого детёныша. И в этом смысле привязанность – это такое, можно сказать, эволюционное изобретение, цель которого – обеспечить ребёнку эту самую заботу взрослого на всё время его незрелости, на всё время его детства. И для того, чтобы они были настроены друг на друга, для того, чтобы они не теряли друг друга из виду, хотели быть вместе, для того, чтобы взрослый хотел заботиться о ребёнке, а ребёнок хотел быть со своим взрослым и слушаться его. Вот все эти цели и обеспечивает привязанность, как умными словами говорят, эмоционально-поведенческий комплекс. Это определённая совокупность чувств и проявлений в поведении, потребностей, которые заставляют определённым образом себя вести и ребёнка, и взрослого, что и обеспечивает лучшие условия для развития ребёнка. Ну, то есть это со стороны родителей, это то, что называется материнским инстинктом. Так это или нет? Это нельзя назвать инстинктом, потому что инстинкт – это то, что включается независимо от обстоятельств. Инстинкт – это такая программа, которая включится сама по себе при определённых триггерах. Привязанность – это вещь гораздо более сложная. Например, если сам будущий родитель, очень у него был неудачный опыт собственной привязанности, то ему будет сложно. Они включатся автоматически, так как включаются, например, каких-то животных программы размножения. То есть у животных нет привязанности? Почему нет? У сложных животных есть привязанность. Привязанность нужна тем животным и тогда, кто занимается выращиванием потомства. Если просто черепаха отложила яйца и упозла, у неё, конечно, нет привязанности. Зачем ей? Она не узнает своих черепашат. Те сложные виды, которые выращивают потомство, которые следят за его безопасностью, защищают, кормят на первых порах, у них у всех есть в той или иной форме программа привязанности. Птицы, млекопитающие. Другой вопрос, что у них обычно это быстро очень происходит. И этот срок такой тотальной зависимости детёныша от своего родителя, он очень небольшой. Уже через несколько недель, через пару месяцев уже достаточно автономная особь. А у человеческого вида это долгий процесс. Ну а до какого периода это важно у человека? Важно это всю жизнь, потому что опыт привязанности влияет на всю последующую жизнь. То есть и в 40 лет наша привязанность к родителям, она такая же сильная, она так же сильно на нас влияет? Она влияет на тот опыт, который был. Что говорил Болби? Джон Болби – это создатель теории привязанности. Он говорил о том, что опыт отношения ребёнка с его значимыми взрослыми, он говорил про мать, но понятно, что это тот человек, который осуществляет заботу о ребёнке. Этот опыт суммируется мозгом ребёнка, и на основании его формируется то, что он назвал рабочая модель привязанности. Это совокупность представлений о том, что такое вообще близкие отношения, что люди имеют в виду, когда они вступают в близкие отношения, чего я могу ждать от этого, как я сам должен в этом проявляться, как я проявляю свою любовь, как я использую эти отношения, например, для того, чтобы справиться со стрессом, как я утешаюсь в них, как я утешаю другого, как я забочусь сам. То есть вся совокупность этих настроек по умолчанию, базовых настроек, вот это и есть рабочая модель привязанности. Конечно, она может меняться в течение жизни, могли быть, например, неблагоприятные условия, потом стали лучше. Ребенок жил в детском доме, потом попал в приемную семью, и там растет, и там у него другой опыт. Или наоборот, может ухудшиться, было все хорошо, а потом случилось что-то трагическое, а ребенок остался один. Во взрослой жизни он может встречать новых близких людей, партнеров, друзей, которые помогают ему сделать его рабочую модель привязанности немножко другой, может быть, лучше, а может быть, хуже. Психотерапия во многом на это работает. То есть это не какая-то такая штука, которая схватилась, как бетон. То есть, в принципе, если была какая-то беда, то потом все поправимо. Это не отменяет беду. То есть этот отпечаток все равно есть, эта память все равно есть. Но с этим можно жить, и рабочая модель привязанности не состоит только из того, что случилось. Это наше ожидание, это наше представление, это то, как мы ведем себя. Если человек, например, пережил какой-то тяжелый опыт, не знаю, потеря родителя, конечно, этот опыт не отменится никогда. Им всегда будет здесь чувствительно. Например, у него всегда будет какая-то повышенная реакция на любую потерю, может быть, даже не такую фатальную. Но ему будет тревога, например, будет взлетать. Не знаю, когда муж в командировку уезжает. Но рабочая модель привязанности к этому не сводится. Плохо, если после того, как произошло что-то такое вот ранее, нет возможности никак не получить какой-то другой опыт, утешение, нет возможности никак это переработать. Вот тогда это больше влияет. Но если даже что-то происходило такое печальное, но, например, это были не единственные отношения, были другие отношения, был потом другой опыт, человек проработал сам, человек какие-то внутренние свои части личности вырастил, которые могут быть для него опорой и утешением, то он живет дальше вполне полноценной счастливой жизнью, при том, что тот опыт никуда не отменяется, и та боль, которая была, она все равно была, не то, что она забылась совсем. Вы сказали, что этот значимый взрослый, это не обязательно мама, это может быть и бабушка, и папа. Вот насколько важно, чтобы это была именно мама, или вот это может быть кто-то еще? Это может быть любой человек, который обеспечивает ребенку защиту и заботу. Это может быть, ну, сидеть на маме, приемная мама, бабушка, папа, старший брат, старшая сестра. У некоторых детей, например, даже к собаке или кошке могут быть, проявляться признаки поведения, привязанности, если ребенок родился, это животное уже было дома, и оно как-то проявляет со своей стороны заботу. Ну, то есть те мамы, которые были вынуждены быстро очень выйти, например, на работу и отдать ребенка, там, не знаю, бабушке на руки или няне, мы сейчас имеем в виду удачно выбранную няню, да, им не надо грызть себе локти и говорить о том, что что же я наделала, я испортила всю жизнь своему ребенку. Ну, конечно, в этом смысла никакого нет. Собственно говоря, история знает целые периоды, когда было вообще не принято, чтобы мама в основном занималась уходом, были кормилицы, няне и так далее. В одних классах, а в других классах люди жили такими большими семьями, что нагрузка не ложилась полностью только на одну маму, там, ребенка с рук на руки передавали. Это, кстати, одна из проблем сегодняшней жизни в горожан, что мама, молодая мама остается одна с ребенком запертая в четырех стенах. Такого никогда не было, и это ненормально. И это нагрузка, с которой они не справляются, да, многие женщины, ну, не потому, что тяжело физически, физически, может быть, сейчас не так тяжело, да, есть всякие приборы, там, памперсы, стиральные машинки. Много бытовых удобств. Много бытовых удобств, но эмоционально тяжело, эмоционально, вся нагрузка на тебе, вся ответственность на тебе. Степень контакта только с маленьким ребенком очень высокая. Ты все время, все время неравные отношения, все время отдаешь. Все-таки, если женщина, ну, была в таком более архаичном обществе, она не оставалась с ребенком один на один, она всегда была среди других женщин. Она все время продолжала общаться со своими соседками, сестрами, подругами. И весь день проводила, пусть с ребенком на руках или там за спиной, но в контакте со взрослыми. Потому что, ну, конечно, если мы молодую, образованную, активную женщину, там, 35 лет, запираем на год в четырех стенах с младенцем, а то и на три, естественно, ей становится нехорошо. Где живет привязанность? Ну, если говорить про нейфизиологию, да, ну, в лимбической системе. Это та часть нашего мозга, которая отвечает за эмоции, за социальные связи, за отношения, за психологические, эмоциональные потребности. То есть, это не логическое чувство, это не рациональное чувство, это такое подсознательное, если можно так сказать? Ну, это просто более древний слой мозга, да, у, ну, например, мы можем наблюдать каких-то близких, собак, например, да, у них поведение привязанности может быть ярко выражено, но при этом понятно, что у них нет интеллектуальной деятельности в таком нашем смысле слова, да, книжки они не читают, но поведение привязанности у них представлено полностью, и, ну, бывают дети, люди с ментальными нарушениями, когда плохо развиваются, вот эти высшие когнитивные функции, да, там ребенку совсем не дается, например, обучение с таком, даже, например, может быть, речи не быть, да, то есть такой тяжелый, но при этом поведение привязанности вполне может быть выражено, хотя бывает и наоборот, когда поведение привязанности именно страдает при интеллекте более сохранном, но это случаи нарушения развития, да, они просто показывают нам, как это все устроено, да, через их анализ, особенно тогда, когда не было возможности делать МРТ, да, работать, работать уже с таком, близко рассматривать, как там функционирует мозг, то в случае нарушения они служили основным источником информации. Ну, давайте рассмотрим конкретные примеры, как работает привязанность. Давайте. С чего, с какого возраста можно начать? Ну, у вас, например, в книге очень интересный есть пример о том, что, когда приходят к нам гости, дети начинают себя вести не очень хорошо, а мы их начинаем ругать, а оказывается, ругать их не за что. Ну, да, вот это как раз яркий пример, знакомый любому родителю, когда поведение привязанности называется другими словами. Ну, вот ситуация с походом в гости в этом смысле, или наоборот, когда к вам приходят в гости, она очень такая яркая, да, пока вы готовитесь, например, к этому, и ребенок вместе с вами, и вы еще не устали, вы еще не нервничаете, вы еще не тревожны, он вместе с вами, он что-то вам помогает, он довольный, он хочет слушаться, он там носит какие-то тарелки, у вас прекрасный союз, прекрасный контакт, это поведение привязанности в таком, в его комфортном проявлении, да, потом, например, вы занервничали, что уже мало времени осталось, еще ничего не готово, начали торопиться, вам ребенок уже начал мешать, и вы ему говорите, иди, займись своими делами, или, например, он там вам под ноги подвернулся, что-то там уронил, разлил, и вы на него прикрикнули. Что с ребенком происходит? Его привязанность дает сигнал тревоги, да, караул, кажется, что-то там, что-то не то с моим контактом, с мамой. Вместо того, чтобы пойти, как вы хотели бы, в свою комнату и поиграть, что он начинает делать? Он начинает усиливать запрос контакта, да, он начинает еще больше к вам мамкать, он начинает еще больше привлекать ваше внимание, он начинает еще больше там как-то присутствовать, да, ваше раздражение повышается, вот можно дойти до скандала. Потом гости наконец пришли. Если это незнакомые люди для ребенка, у него включается тревога, чужие люди пришли в мой дом, непонятно что, он будет прятаться за вас. Ну, мы говорим про ребенка условно там трех-пяти лет, да, он будет прятаться за вас. Или если это там постарший ребенок, подросток, он идет в свою комнату, еще наушники наденены, чтобы отгородиться. И как какое-то время будет выглядывать. Если его не начать в этот момент насиловать всяким иди обними, иди поцелуй, иди поздоровайся, то он через какое-то время успокоится, увидит, что вы с этими людьми дружелюбно общаетесь, они с вами дружелюбно общаются, все хорошо, вы друг другу улыбаетесь. Он выйдет и будет осторожно начинать тоже какой-то контакт. Может, игрушку какую-то издалека показать, или там посмотрит, улыбнется и отведет взгляд. Если, например, человек, который пришел, вызывает у мамы тревогу, может быть, это начальник мужа или свекровь, с которой сложные отношения, ребенок, например, с ней не очень хорошо знаком, там, не знаю, в другом городе живет, ребенок может смотреть из-под лобья, потому что он солидаризируется с мамой в этом, да, он чувствует, что мама тревожна, он может продолжать так с опаской держаться, а может что-то вызывающее сделать, ну, потому что, явно, этот человек маме не нравится и чего, собственно говоря. если все хорошо, допустим, немножко ослоился, познакомился, они начинают общаться, какое-то время ребенок начинает понимать, что что-то мама с этими людьми все время разговаривает, на них смотрит, им улыбается, а я вообще забыл, забыл меня. Ну, что тут делать? Тоже надо как-то поправлять ситуацию, да, он может начать приносить, например, свои рисунки, что-то сделанное из компьютера, из конструктора, он может приходить и маме в лицо их тыкать, не обращая внимания на то, что ей это неудобно. Если это не сработает, и она как-то недостаточно ему не уделить внимания, не обнимет его, как-то на него хоть на какое-то время не переключится, то он может начать шуметь, кричать, кривляться, что-нибудь уронит, расплачется из-за чего-нибудь. То есть, он свое внимание добудет, так или иначе, матьем или катанием. То есть, ребенок своего все равно всегда добивается? Да, то просто это, вот то, что сейчас описывают, это очень благополучный вариант, когда ребенок, в принципе, он уверен, что все хорошо с отношениями с мамой, но что-то вот сейчас ему как-то голодновато стало, и он немножко усиливает напор, чтобы получить свое. Ну, как если бы мы там забыли, не знаю, его покормить, он придет и скажет, мам, есть хочу. Ну, ребенок подстраивается к любому, ведь не всегда так все благополучно. Например, если единственный способ улучшить отношения с мамой, это слушаться и вести себя идеально, то такое тоже может быть. Это нехорошо для ребенка, потому что это значит, что он в постоянном стрессе. Это значит, что... хорошее поведение это плохо? Ну, такое патологически хорошее поведение, да, всегда без исключений, когда ребенок напряжен. В принципе, ребенок, если он расслаблен, все хорошо, он вполне хорошо себя ведет, но при этом он полон какой-то энергии, какой-то энтузиазма, что-то ему интересно, да, он спонтанный, расслабленный. Ребенок, который, так что называется, по струнке ходит, да, и вот напряженно послушный, это ребенок, который понял, что единственный вообще способ для него это так себя вести, если ты хочешь хоть как-то, хоть какого-то контакта, ну, иначе, например, тебе там прилетит просто. Какой-то ребенок может беспокоиться о том, что мама сама в плохом состоянии не справляется, и он может, например, как-то все время о ней заботиться и тоже быть таким гипертрофированно заботливым. Но это где-то может потом натянутая струна, может потом где-то лопнуть. Ну, лопнуть, не лопнуть, но все это происходит, конечно, за счет чего-то, да, ведь мы говорили о том, что предназначение привязанности создает для ребенка условия, в которых он может расти и развиваться. Поэтому, если ребенок уверен в своей привязанности, если он уверен, что все хорошо, то он может, ну, так метафорически говоря, повернуться к ней спиной и пойти осваивать мир. Это не значит, что он не будет любить своего родителя, он будет его любить, но он не будет постоянно тревожно сфокусирован на том, как там мама, как там папа, не сердится ли на меня, не спикировала ли в депрессии, не случилось ли с ней чего, не плачет ли она, не расстроена ли она, не сердится ли на меня, да, то есть, ему не нужно постоянно работать над отношениями. И тогда все его силы направлены на то, чтобы покорять мир, учиться, развиваться, осваиваться в социуме и так далее. Если ребенок не может себе позволить такой роскоши, да, если он чувствует, что там неблагополучно, что там, у него там много тревоги в этих отношениях, то он постоянно должен работать над отношениями, он постоянно должен какую-то часть своих сил уделять укреплению контакта, улучшению контакта, ну, в зависимости от того, в какой ситуации он оказался. Например, если у него мама в депрессии, он может убедиться, что мама выходит из нее, только когда он плохо себя ведет. И нужно как-то очень плохо себя вести, тогда мама выходит из депрессии, начинает его ругать, но для ребенка мама, которая эмоционально отсутствует, то это хуже, больше пугает его, чем мама, которая его ругает. Потому что мама в депрессии такая мама не вполне живая, и это очень страшно. А мама, которая там сердится и топает ногами, это все-таки она на меня смотрит, все-таки она явно там как-то проявляет признаки жизни, да, вроде немножко получше. В какой-то ситуации мама отсутствующая совершенно, например, включается только, когда ребенок заболел. Ну, что делать? Придется? Тогда ребенок начинает болеть. Ну, придется, да. А как ему без этого? Он не может без этого. Поэтому, когда ребенок спокоен за привязанность, когда у него в этом смысле все хорошо, конечно, ему легче заниматься чем-то другим. И в этом смысле, да, у него лучшие условия для развития в целом. Что должны делать взрослые? Каких ошибок не допускать, чтобы у ребенка не возникало вот этой необходимости самому работать над отношениями, а чтобы он как раз осваивал мир? И вот какие задачи стоят перед родителями в этой ситуации? Ну, тут не уровень поведения, да. Очень часто мы пытаемся про это думать уровнем поведения. Такие слова говори, такие слова не говори. Столько ты минут обнимай, в угол ставь или не ставь. Но это же не уровень поведения, да, это уровень отношений, потребностей, это уровень вот этой лимбической системы. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это вообще быть в хорошем состоянии. Если мы в хорошем состоянии, если мы, в принципе, довольны в общем и целом, да, там, собой, жизнью, если у нас есть хорошие отношения с другими взрослыми, с партнером, с родными, с друзьями, если нам в общем и целом нравится быть родителем, ну, несмотря на то, что когда-то мы можем уставать или там раздражаться и так далее, то, ну, в общем, этого достаточно. И из этого состояния, ну, как-нибудь все более-менее нормально действуют. Так, всяко, с разнообразными, с какими-то вариациями, но те действия, которые точно совершенно нехорошие, они либо очевидно нехорошие, да, не надо бить ребенка головой об стену, ну, это даже глупо говорить, да, это очевидно, да, или они не вполне от вас зависят, да, если мы скажем родителям, ну, главное, только не умирайте ни в коем случае, да, ну, и что, да, это же не тут... Ну, вот с этой точки зрения тогда возникает вопрос, который мучает очень многих родителей, особенно сейчас, когда так много говорят о том, что ребенка наказывать нельзя. Вот можно наказывать или нет? Или если мы его накажем, мы прервем эту самую взаимосвязь? Ну, тут две одновременно таких есть стереотипных убеждений. Во-первых, это про то, что привязанность – это обязательно такое потакание всем желаниям, и ни в чем никогда нельзя отказать, это обязательно во всем ребенку подчиняться, да, такое. Но это не так. Привязанность – это про удовлетворение потребностей, а не желаний, да, у ребенка... Базовых. Ну, не обязательно базовых, ну, потребностей, тех, того, что действительно нужно, да, у нас у всех есть и потребности, и желания. И обычно взрослые, хотя даже взрослые не всегда, но все-таки более или менее взрослые как-то это дело отличают. По крайней мере, они, если даже идут на поводу у своих желаний, они как-то вот немножко отличают. Дети, понятно, у них еще незрелая психика, они вообще не отличают. Поэтому если ему чего-то хочется, ему кажется, что он прямо без этого жить не может. И это обязанность взрослого – отличать потребности и желания. Не всегда достоверно можно отличить. Иногда мы ошибаемся. Ничего страшного в этом нет. Но нехорошо лишать ребенка потребностей, да, поэтому запрещены обычно законам во многих странах, да, любые наказания связаны точно совершенно с потребностями. Это причинение физической боли, наказание голодом, наказание бездвиженностью, там, запрет спать, гулять, ну, то есть вот все, что касается базовых потребностей. Потому что, ну, кроме того, что это аморально и жестоко, когда человек находится в ситуации такого сильного стресса, связанного с базовыми потребностями, ну, вся его психика, все его силы направлены только на то, чтобы справиться с стрессом, и никаких выводов он из этого сделать не может. Никакого воспитательного, обучающего эффекта в такую ситуацию, такого сильного стресса быть не может. При этом совершенно нормально чего-то запрещать или чего-то требовать. Это совершенно не означает никакой угрозы привязанности, если мы делаем это доброжелательно, и состояние заботы, и помня, что, в общем-то, мы это делаем, поскольку мы, как взрослые, имеем некое такое экспертное мнение про то, что вот это ребенку вредно или полезно. Каждый родитель желает знать. Время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с семейным психологом, педагогом, основателем Института развития семейного устройства Людмилой Петрановской. И поговорим о трудном поведении. Узнаем, почему именно трудном, а не плохом. Поговорим о том, как нам мешает третий лишний в отношениях с ребенком, и почему слово «бороться» в любых вопросах, связанных с поведением детей, надо вычеркнуть. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. Друзья, до завтра. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на детском радио.